Всем привет! С вами снова я, Водчик Сергей. Мы продолжаем изучать язык TypeScript. На этом уроке вы узнаете о типах, переменных и функциях языка TypeScript. Как правильно создавать и объявлять переменную? Какие типы используются в языке TypeScript? И в чем отличие функций этого языка от тех же функций? Например, JavaScript. Так как TypeScript строготипизированный язык, вы не сможете динамически менять тип переменной, так как вы бы делали, например, в JavaScript. В TypeScript существуют следующие базовые типы. Boolean хранит логическое значение True или False. Number хранит числа. String – строки. Enumerate – это тип, который был позаимствован с языка C-sharp и представляет собой числа, грубо говоря, в виде строк. С ним мы познакомимся немного позже. Void предполагает отсутствие конкретного типа. Undefied и Null соответствуют аналогичным с языком JavaScript. Теперь давайте разберемся, как работать с типами в языке TypeScript на практике. Для этого откроем Visual Studio. И так как мне намного проще показывать примеры в консоли, то я создал пустое Node.js приложение, где я, грубо говоря, и буду запускать свой TypeScript. Если вы хотите работать с браузером, то открываете, например, Visual Studio Code, создаете TypeScript файл, создаете HTML, конфигурируете свой проект, так как я показывал в первом уроке, и работаете. Также вы можете запускать Node.js и без Visual Studio. Для этого просто открываете какую-то папку, создаете файл, например, main.js, и открываем его с помощью Sublime. Создал переменную A со значением 5 и выведу ее в консоль. Теперь скомпилирую наш TypeScript файл. Для этого открою консоль и с помощью TSC компилятора TypeScript укажу «Компилируй файл main.js» с опцией «Watch». То есть, как только наш TypeScript файл изменится, компилятор его сразу же перекомпилирует в JavaScript. Компиляция прошла успешно. Теперь открываю еще одну консоль и здесь задаю вот такую команду. Node. Запускай файл main.js. И мы получили режим вклад. Значение 5. Ну или если вы хотите сразу запускать свой TypeScript файл с консоли, то можете установить вот такое расширение. TypeScript execution environment for Node. Устанавливается с помощью такой команды. Например, install global.tsnode. И после этого вы можете спокойно запустить свой TypeScript файл напрямую. Результат тот же. Даже отключу файл на наш TypeScript. Изменю его вручную. Например, назначение 6. И запущу еще раз. Мы получили наш новый результат. Теперь возвращаемся в Visual Studio. И попробуем написать наш первый пример. Для этого я создам переменную A. Для того, чтобы объявить переменную в языке TypeScript, используется также ключевое слово var. После чего мы указываем имя переменной и через двоеточие ее тип. Например, здесь мы говорим, что переменная A должна иметь тип number. Кстати, для тех, кто пришел с мира .NET, тип number может быть известен как тип double. То есть, в переменную A мы можем хранить не только целочисленные значения, но и дроби. Если я попробую сохранить в переменной A строку, то компилятор TypeScript A выдаст ошибку cannot convert type string to type number. Если же вы хотите указать значение переменной при создании, то есть, проинциализировать ее, то это делается вот так. После типа пишется знак равенства и присваивается начальное значение. Если вы сами не напишите, какой тип имеет переменная, то компилятор TypeScript A решит это за вас. Здесь у нас все та же переменная A с типом number. Но если же вы создадите переменную A, не указав начального значения, то компилятор надаст ей тип any. Это особый тип в языке TypeScript, который говорит о том, что переменная с этим типом может хранить любое значение. И теперь в нашей переменной A мы можем сохранить как строку, так число, так и, например, более любое значение. Все работает компилятор. TypeScript не ругается. Следующий момент, который появился вследствие типизированности языка, это приведение типов и конвертация их. Например, создам переменную oneString с назначением 1. И переменную oneNumber с назначением тоже 1. И сделаю вот так. OneNumber sophomore alpha And oneNumber достойzung a кричіна. oner св20 и Продолжение следует...